24-25, вот эти вот, тут почти плюсовые температуры были, и полилось сверху, с потолка, прям вот течет по углу вот здесь вот, и на пол, под плитой, под шкафом. И такие подтопления случаются регулярно уже на протяжении трех лет. Из-за них пенсионерке ежегодно приходится обновлять ремонт, замазывать пожелтевшую штукатурку и переклеивать отпавшие обои. Причина неудобств – состояние крыши пятиэтажки, вода с которой доходит уже до четвертого этажа. С 68-го года капитального ремонта не было крыши. А сейчас, значит, такая ситуация. Должны жильцы решить вопрос, что важнее, или крышу, или какие-то другие проблемы решать за счет капитального ремонта. Для того, чтобы дать старт процессу, необходимо собрать более 50% голосов в пользу ремонта крыши. Однако у жильцов не получается прийти к общему знаменателю. И именно это, по словам главы управляющей компании, обслуживающий дом мешает сдвинуть сроки начала капитальных работ. Крыша требует срочного капитального ремонта. Жителям, председателю дома, пакет документов на перенос срок капитального ремонта крыши выдавался для голосования. Ну вот прошло около года, пока результата ноль. Здесь собственники могут зайти на сайт регионального оператора капитального ремонта Алтайского края, найти свой дом, увидеть, на какие даты стоит плановый ремонт крыши. И если он стоит слишком далеко, то есть не в следующем году и не через год, ну тогда действительно, наверное, стоит предпринять еще какие-то действия для того, чтобы ускорить его проведение. То есть действительно провести собрание. При этом, говорит мужчина, управляющая компания не может самостоятельно сдвинуть сроки, не хватает полномочий. Из-за этого им приходится ограничиваться латочным ремонтом летом и чисткой снега зимой. Но эффекта от этого недостаточно. Ежегодно течет и течет и течет. Но это хорошо еще к соседям не протекает. А вот только угол вот мокнет, вы же видите, что мокрый угол. И там, там все идет подряд. А один год был, вообще капала на холодильник, ставили посуду, чтобы туда капала вода. А сейчас, пока решение о капремонте не принято, собственники могут обратиться в управляющую компанию для устранения проблем внутри квартиры, которые возникли из-за протекающей крыши. И сделать это в добровольном порядке, говорят юристы, выгодно в первую очередь самой компании. Иначе суд может взыскать не только стоимость ремонта, но и штраф, что увеличит сумму выплат вдвое. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.